всем привет сегодня ушли первые поросятки по акции и но от веснушки осталось вот шесть поросят вьетнамских здесь и двоих я пересадил вчера вечером от скумбрии это те которые у него сидели я уже вижу что время у нее начало перегорать и поросят вместо того чтобы наедаться оставались голодные и я их забрал здесь здесь кормушки корм у них в свободном доступе беленький немножко никак не освоится потому что ему возле мамки сиделось прям хорошо а вот рыженькая такая здесь прям видно хозяйка у нее животик большой это вот пока прям по западали вот я несколько дней назад сказал что я буду что я буду продавать поросят по акции три штуки за тысячу и вот как раз сегодня приезжала одна семья и купила 3 поросенка 2 свинки и кабанчика и в общем я очень-очень этому доволен ни грамма не сожалею если кому-то еще нужно по этой же цене можете приезжать в общем поросят еще вот еще штук смотрите ребята я вот там почитал комментариях вот здесь было немножко замазана стенка вот здесь и вот там один поросенок поносит я бывает просто не могу сказать ну то есть как бы забываю я никогда ничего не скрываю вот можно даже визуально определить какой поросенок поносил потому что понос ну вот же оттебосики как они все прыгают жидкий стул это сразу у поросенка происходит обезвоживание но это не полное если конечно стул не чем-то не предотвратить но я имею ввиду жидкий помет то помет помет у кур в общем в общем понос смотрите все поросятки пузатенькие кроме вот этого вот этот поросенок немножечко припоносил я сразу как всегда как всегда тот препарат который я вам уже три миллиона раз показывал эндрофлексин к 5 процентный он очень хорошо останавливает жиденький стул у свиней и у больших и у маленьких и в общем подходит отлично вы сейчас напишите вот чуть-чуть сразу антибиотики а что делать ребята корм и вода в свободном доступе поросенок не изолирован от всех и чтобы быстренько об все остановить делается вот такая небольшая инъекция она реально мизерная все происходит инсулиновым шприцом потому что 1 миллилитр на 10 килограмм весов поросенки в этом 5 килограмм я все взвешивал и пол кубика пол кубика инсулиновым шприцом это вот такая граммулечка как бы это нужно сделать и поросенка никуда не убирал сейчас сегодня видел небольшой такой ну то есть немножечко жидкий но уже я извиняюсь что разговора с вином на авозе по-другому не скажешь но это тоже нужно учитывать если вдруг кто-то за решится завести себе поросят и потом знаете вот многие не знают что делать этот препарат вот этот препарат стоит у нас 50 гривен или даже меньше в общем он абсолютно дешевый у меня он стоит постоянно то есть как бы вот он еще до 22 года и на том дворе у меня не один флакончик их беру помногу потому что но он дешевый один на этом дворе 2 на том дворе вот так когда становится холодно их забираю домой вот так и чуть что увидел сразу уколол инсулиновые шприцы я вам показывал вот у меня вот такие на один на один миллилитр все очень легко и просто следите за поросенком можно вообще там рекомендуется на протяжении трех дней я сделал один раз смотрю что у него все нормально то есть как бы вот так видно видно что поросенок чувствует дискомфорт в кишечнике потому что жидкий помет опять помет ну ладно это сразу небольшое такое воспаление кишечника поэтому поросенок немножечко невеселый день 2 все будет хорошо все будет прям отлично вот так и знаете что меня радует что и в прошлом году и в этом году вот люди которые приезжают по вьетнамских поросят сегодня вот когда семья приезжала привет вам большой я выношу поросят они говорят о боже они не влезут в ящик люди изначально когда едут за поросятами считают что они будут манипухонькие как бы чуть ли не не декоративные понимаете но на самом деле поросятки вот эти поросятки уже прям крупные вот смотрите вот это это не вьетнамец они размером одинаковые я когда троих вынес посадил ящик ящик был как в общем как шпроты в банке вот так так что вот такие дела пока пока сюда отсажу поросят от манки и овсянки они будут отлучаться одновременно то этих возможно уже здесь и не будет так что столпотворение среди поросят не будет большого вот так поросятки веселенькие кушают пьют хорошо водичка вот свежайшая чистая один раз в день воду который не допивают я выбираю и наливаю свеженькую почистил хоть и босочки шелухой подсыпал все хорошо так что вот так если кто-то еще хочет можете приехать еще вот тройка отличных поросят есть второй тройки немножко один поросенок был с поносиком в общем будет все у него хорошо буквально через два дня так что так что вот так ах ты какие веселые веселые ребятки совершенно уже ой ты божечки совершенно уже никак не вспоминают что им нужна мамка им он весело самим в кормушку отлично достают я как насыпал и мешок вот ой больше туда ни разу не заглядал единственно это то что поправляю у них водичку ну вот так а тот черт ой белый поросенок мне сегодня не сильно нравится я ему уколю витазаль чека это стимулятор иммунной системы я уже рассказывал и уколю витаминчик а все и пусть поправляется они не продаются так что в какой будет такой будет я думаю что все будет нормально ну и знаете ребята это у меня первый раз такое я с таким не сталкивался почему так происходит со свинкой я не знаю но если вы так делали то напишите мне пожалуйста это можно вообще делать или нет я конечно вас немножко запутал я сейчас вам покажу что происходит стой девочка посмотрите все дальше дальше вести программу мы будем сидя на этой свинке сегодня ровно 18 дней с того момента как свинка на третье сутки до шестых гуляла понимаете то есть как бы свинка по циклу охоты пришла опять в охоту у меня никогда такого не было я знаю что свинки гуляют на третьи-пятые сутки после опороза это нормально в это время свинку покрывать нельзя потому что яйцеклетки не выходят как бы охота пустая то есть покрывая свинку она суперосной не станет а вот что делать если свинка пришла в охоту через три недели после пустой охоты в то время когда она кормит еще поросят можно ли покрывать свинку я не буду то есть я не буду ее покрывать вы не переживайте а может и никто не переживает, но что я хочу сказать, что есть ли сейчас в этой охоте, ну, то есть вышли ли у нее яйцеклетки или нет. Это очень интересно. И мне непонятно. Никогда, правда, с таким не сталкивался. Мне нужен ответ какого-нибудь зоотехника, которая работает на свинокомплексе. Покрывали ли они свинок на 25-е сутки после опороса? Я не знаю. То есть в основном по всем правилам и вообще, то есть как правильно, это когда свинка остается без поросят. Вот так, как скумбрюшечка. Отлучение поросят мы пережили отлично, да, скумбрюшка? Втихаря украли у нее вчера двух последних. Она тут без соломы вон вымазалась вся. Ну ладно, поросят нету, ничего страшного, да? Вот так. И она сейчас через пару дней, то есть она как опоросилась, она в охоту не приходила. У нее было опороса 8-го, 8-го числа, октября, и вот уже сейчас 22-е ноября, и она в охоту не приходила. А эта паразитка за 25 дней после опороса уже вторая у нее охота. Вы понимаете? То есть, по идее, скумбрия должна прийти в охоту. Или завтра, или, ну то есть, в общем, с 3-го по 10-й день после отлучки поросят. Это правильно, и в это время уже яйцеклетки точно выходят, и свинку можно спокойно покрывать в первую охоту после отлучки. Что происходит с этой, мадам? Мадам, что происходит? Ты что такая... Ты что такая романтичная? Почему не кормишь поросят? Что ты замуж собираешься каждую секунду? Переживаешь, что мало поросят навела, да? Чтобы быстрее следующих? Вот так. Эти обормоты просто шикарные. Они точно уже... Ну, вот эти два большущих. Три. Три. Один меньше. Но... Ну-ну-ну-ну. Вот этот вообще шикарный. Я прям... Я прям не знаю, какой красавец. Посмотрите на... Посмотрите на эту тушку. Когда им будет... Но! Не прыгай на меня. Не прыгай. Когда им будет месяц, я этих обязательно взвешу. Они... Они... Ну, не лезь. Они даже крупнее, чем поросята у Глорочки. Глорка начала кормить. Ас! Тумба. А, вот так. Смотрите, ребят. Этот поросенок уже ходит более-менее нормально, а этот максимально... Ну, слабый. Боли у них уже нету. Как бы он, когда вылазит, он не становится еще на ножку, но при этом он уже не кричит. Вот как он раньше, когда вылазил, кричал, и я уже не могу уловить кормление. Но сегодня кормил его один раз. Этот худовастенький. Сустав совершенно не уменьшился в размере. И так же и у этого. То есть сустав большой, но уже при нажатии он на него не реагирует. И вот видите, на задней ноге тоже шишка. Вот прям... Чё ты тулишься, родненькая? Чё ты тулишься? Покатаемся еще, да? Видите, уши, как у овчарки. Свинка решила выходить замуж. Никакой свадьбы. Вот так. Всё-всё. Ну, всем нужны сапоги. Это красота. Ой, ты красота, Рома. Успокоилась уже. Успокоилась. Уже аппетит у неё отличный. Всё выедает до грамулечки. Молодец. Я уже, наверное, со второго дня после покрытия всегда считаю, что они суперсные. Но нужно ждать три недели. Эти тоже красавчики. 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 Красавчики и чахлок неумырущий. Я не знаю, как это по-русски сказать. В общем, чучело гороховое. Я не знаю. Смешно смотреть, да? Всё-всё-всё-всё. Покормила танк. Ну, всё-всё. Молодец-молодец. Ну, и те, кто постоянно скучает за бздюшечкой. Бздюшечка. Это копия Пеппы в миниатюре. Такая же жирная шея. Посмотрите на это. На эту толстуху. Кто такой толстый? Кто толстый? Рычит как. Смотрите, какой жирный. Очухался, очухался, да? Всё, классный кабасик. Кормушка, конечно, здесь высокая, но зато они в неё не мусорят. Эти тоже уже прям хорошие. Тоже аккуратные. Мне нравится. Поубирал у них. Вот они ходят в туалет, в тот угол, куда нужно. Спят вот там отдельненько. Молодцы. Так что вот так. Эти все четыре кабанчика и та свинка, которая сидит там, они будут все убираться к Новому году. Они не нужны. Они немножечко, ну как бы, тормознули в росте. Не могу сказать, что они супер мелкие. Но и держать их тоже долго нет смысла. Так что всех уберу к Новому. К Новому году. Что за танцы? Аккуратно. Сейчас кого-то раздавишь. Что за танцы с бубном? Я не знаю. Мне так нравится вот эта черная свинюха. Я как на неё смотрю, вечно улыбаюсь. Такая смешная с белой мордой. Ну красавица просто. Так. Кэш. Но отойди. Ну Боже, что вы такие упертые? Что одна, что вторая? Что за... Отойди. 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 О мордосики хорошие. Пожалуйста, отойди. Не кусайся. Где моя черная? Покажи свинку. Перегородила весь загон. Тумба. Дядь, какие красоточки. Вот тебе какие красотки маленькие. Вот, вот она. С чёрным носом. Ох, и красивая девочка, да? Шикарные девочки, шикарные. Ну, ну, пожалуйста, лорочка. Отвали. Отвали. Всё. Молодец. Спасибо хоть за девок. Мало, конечно. Мало поросят. Ну, хоть, хоть девок много. Будет с чего, будет с чего выбрать. Да? Утки. Хочем водички, да? Давай поставлю. На, 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 опачки. Всё. Вот так. Смотрите. Смотрите, вот на уточке отличить как уток от селезней. У уточек крыло начало расти, у селезней нет. Пошли кормить белого пацака. Видите, рыжий, то есть, рябенький не отстаёт, а белый, а белый, конечно, слабый. Эта девка в охоте сейчас будет скакивать и ко мне приставать. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Вот так. Во. Давай, давай туда вниз. Давай, туда вниз. Туда вниз. Пожалуйста, пропусти. Боже, он в половину меньше. Ну, всё. Из-за него не дал поесть всем остальным только из-за того, что свинка в охоте. То есть, я зашёл, и она сразу вскочила, потому что она будет ко мне приставать. Отвали. Могла бы и покормить. Отстань. Отстань. Не лезь. В общем, не покормила малышню. Вали. 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 Всё. Ложись. Давай, ложись. Ляжь. Ага. Вы видите, что, что, тварь. Да отойди, задавишь. Тумба. Ладно, не знаю. Та отстань, что ж ты. Вот, посмотрите, какая шишака. Боже мой. О, боже. Джесс, да ты чумасчетшая какая-то. я тебе сейчас дам. Да не лезь ты на меня. Не лезь. Вот так. О. И у этого тоже. И нет, не это. Вот это. В общем, такой же. Ну. Боже. Вы видите, что творит? Что ты творишь? Что ты творишь? Не будет кабана. Ещё три недели. Отойди. Вы видите, что творит? Отойди. Всё, получила по морд... Дай. Закрыть. Получила по мордасам. Всё. Манюша. Манюша. Вот так. Страшно? Страшно? Ну, вот так, видите. Сходим. С ума потихонечку. Всё как обычно. То одно, то другое. Ну, всё нормально. Всё нормально. За рябенького поросёночка уже меньше такого. Ну, я не скажу, что прям супер переживание, но я имею в виду, у него уже больше шансов, что он выкарабкается. А второй беленький. Второй беленький, знаете, нормальный, адекватный вот человек, который занимается хозяйством, понимает, что, ну, то есть, как бы, с него толку нету. Вы видите, как долго у него отёчный сустав. То есть, как бы, по-нормальному его бы вообще убрать. Ну, я не, я не нормальный, поэтому я не могу таких убирать. В общем, они, есть вероятность, что всё будет у него нормально. В общем, посмотрим. Всё, ребятки, всем большое спасибо за просмотр. и всем пока-пока. Пока-пока.